В этом ролике я буду разбирать типичные женские манипуляции на примере одного комментария, который мне оставили на ютубе. Вот женщина мне пишет. Я смотрела твои ролики каждый день, но больше смотреть не буду. И возникает вполне естественный вопрос. А зачем она мне об этом сообщает? Ведь до сегодняшнего дня я даже не знала ее существования. Да и по большому счету, какой мне профит от того, что она меня смотрит? Хочешь, смотри. Хочешь, не смотри. Это твое личное дело. Я же тебя об этом не просил. Но женщина ничего не делает просто так. Она хочет, чтобы я изменил свое поведение. То есть, чтобы я в своих роликах больше не говорил того, что ей не нравится. Она считает, что то, что она меня смотрит, для меня важно. Ну, как же женщина проявила ко мне интерес? И после того, как она пригрозила уйти, я, по ее мнению, должен предпринять какие-то действия для того, чтобы ее оставить. Причем, обратите внимание, у нее на аватарке даже нет фотографий. Но если ты стесняешься себя показывать, прилепила бы фотографию какой-нибудь красотки, чтобы я понял, кого потерял. Но, видимо, авторка комментариев абсолютно уверена в том, что раз она женщина, то значит уже представляет для меня ценность, вне зависимости от того, сколько ей лет и как она выглядит. Ну, и, видимо, чтобы уж наверняка заставить меня сделать то, что она хочет, она написала, что подаст на меня жалобу. То есть, она обращается за поддержкой к третьей стороне и считает, что это должно меня напугать. Так что, если мой канал YouTube в очередной раз заблокирует, то вы теперь знаете, кому за это сказать спасибо. Ну, а на моем канале в Telegram ролики будут, естественно, выходить в обычном режиме.